Всем доброго времени суток! Сегодня мы расскажем какие растения можно выращивать под деревьями. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а мы начинаем. Деревья на дачных участках со временем обязательно породят проблемы. Взрослые развитые кроны – это много тени, активные корни – это сильное осушение почвы, а все вместе – это немалая потеря площади участка. Вот и встает перед хозяевами дач вопрос, а что можно посадить под деревьями, чтобы максимально использовать землю, да к тому же придать участку декоративную изюминку. Деревья под своими кронами создают различные условия. И чтобы выбрать растения, которые вы подсадите коренным плодовым жителям участка, важно об этих особенностях знать. Вот несколько примеров. Яблоня дает рассеянную тень, которая служит отличной естественной защитой от прямых солнечных лучей, оставляя растениям вполне достаточно света для развития. Ель дает обширную очень плотную тень. К тому же ее крона практически не пропускает к приствольной части дождевую воду, то есть там темно и сухо. А хвойный опад еще и подкисляет почву. Сосна практически не затеняет территорию под своим пологом, но ее опавшая хвоя тоже заметно подкисляет почву. Черемуха дает непродолжительную неплотную тень, но сильно сушит почву. В зависимости от планов, площади участка и его общего стиля, а также вкусовых предпочтений хозяев, приствольные круги можно задернить и высадить в них цветы. Задернение – это самый простой и, к слову, довольно удобный и дешевый способ задернения почвы вокруг дерева. К тому же правильная закладка околоствольного газона и хороший уход за ним принесут просто колоссальный эффект. Это улучшится свойство почвы, уменьшится ее засоление, деревья избавятся от хлороза, улучшится качество плодов. И почва не будет пересыхать, а корни получат защиту от повреждений при обработке почвы. Плюс ко всему вы получите прекрасное место для отдыха. Очень красиво смотрится ярко-зеленая невысокая травка по левице побегоносная. Хорошо подходят для задернения клевер белый, овсяница красная, овечья или луговая, мятлик луговой и райгроспаздничный. В зависимости от климата под кроной, о котором мы говорили в самом начале, под каждым деревом приживутся разные цветы. В первую очередь, следует учитывать тень, которую отбрасывает крона и количество влаги в почве. Под орехом можно посадить папоротники-ландыши, хосты-мелисса и нарциссы. Под яблоней, крокусы-мускари, маргаритки-нарциссы, незабудки-колокольчики-купальницы, прострел, медуницы-анютины-глазки, примулы-бальзамины-бархатцы, настурции-лилейники и барвинки. Можно посадить черемшу, и в конце весны уже будет зеленый салатик на столе. Под грушей, маргаритки-примулы, карпатский колокольчик, флокс-шелохвосты и бархатцы. Под сливой, примулы, луковичные и чистотел. Под сосной, молочай, камнеломки, седумы, пролески, подснежники, низкорослые тюльпаны и нарциссы. Под липой и дубом, весной мелко-луковичные, фиалку-рогатую и ветреницы, а летом копытень, тиарелу или барвинок. Под березой, живучку и тиарелу, если регулярно поливать то бодан, волжанку-хосту и лилейные. Кстати, чистотел опытные садоводы рекомендуют высаживать под каждое плодовое дерево, как защиту от тли и муравьев. Конечно, у каждого дачника, особенно с большим стажем, в этом вопросе есть свои находки и изюминки. Напишите в комментариях, было бы очень интересно узнать, что вы сажаете под деревьями. Ну вот и всё на сегодня. Если видео вам было интересно, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий и делитесь этим роликом, так как это поможет продвижению канала. Ну и спасибо за просмотр и до новых встреч!